ПОТЕНЦИАЛ 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 Еще раз. Пенсионный фонд. Пенсионный фонд. И 2% получается с этого года должны решить вопрос об управлении управляющей компанией. Да. Нет, эти 2% мы собираем уже с 2010 года. Это уже 6 лет прошло. К текущему моменту значительная сумма собрана. И до настоящего времени, вот с 2016 года, я имею в виду, у нас шел, так называемый, переходный период, когда велась разработка нормативно-правовой базы для того, чтобы закон, который является основным регулирующим МПА, это закон об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по госсоцстрахованию в Кыргызской республике, он полностью заработал. Нужны были подзаконные акты, то есть различные положения, порядки. И в прошлом году, позапрошлом году эти нормативные правовые акты были закончены. И как бы с первого июня 2016 года гражданам и застрахованным лицам было предоставлено право выбора управляющей компанией накопительных пенсионных фондов. Или, или, да? Получается, наши граждане, имеющие средства пенсионных накоплений, которые успели накопить, и по ним идет определенное ограничение по категориям, по возрасту и так далее, они могут выбрать управляющую компанию накопительных пенсионных фондов, чтобы передать свои средства в эти субъекты. Но необходимо отметить, что для того, чтобы выбрать, мы, социальный фонд, он проводит определенные мероприятия подготовительные. Туда включается конкурс по отбору управляющих компаний, депозитария, который будет вести доверительное управление, и депозитарий, он будет вести контроль по этому процессу. А накопительный пенсионный фонд, он по этим субъектам не будет проводиться конкурса. То есть те на финансовом рынке, которые существуют, накопительные пенсионные фонды, которые в частном характере работают, и имеющие соответствующие лицензии, наши застрахованные лица могут выбрать. Так как я вот сказал насчет накопительных пенсионных средств, они будут переводиться согласно нормативным правовым актам, которые были до этого разработаны. Есть ряд положительных порядков, которые регулируют процесс передачи, контроля, инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц. Скажем так, таким правом могли воспользоваться с начала 2016 года. Были ли такие лица, которые подали заявление? К сожалению, нет, таких лиц пока не было. Но несмотря на то, что у нас периодически со стороны социального фонда производилось информирование населения через средства массовой информации, в том числе газеты, радиопередачи, различные телерадиопередачи, но в данный момент, к сожалению, не поступило. На вашем сайте соцфонд.кейджи была опубликована информация о том, что и опубликована документация конкурсная по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений. И, по-моему, по информации, там должны были подать до 14 декабря, да? Состоялся ли этот конкурс и известны ли его итоги? К сожалению, данный конкурс не состоялся. Мы, да, вот как вы сказали, 14 декабря прошлого года был как бы дедлайн для срока подачи заявления. К нам поступили заявки от трех компаний, я не имею права назвать их наименование. И в соответствии с требованиями, которые были утверждены 590-м постановлением правительства, там две из представивших заявлений компании, к сожалению, не соответствовали требованиям. То есть там по финансовым показателям, по длительности работы и так далее. И согласно нормам данного положения, и если, например, среди подавших только одно заявление урегистрируется и допускается к участию в управляющей компании, мы не имеем права как бы конкурс проводить. И в связи с этим конкурс был объявлен несоставившимся. Но вы его снова будете проводить? Или как будете уходить из ситуации? Ну, данная ситуация, она сложилась из-за того, что эта практика, она новая для нас в Кыргызстане, и финансовый рынок участники также наблюдают. Потому что субъекты финансового рынка, они прежде всего думают о своей коммерческой успешности, и они будут смотреть. И по нашей информации, в принципе, на рынке в Кыргызстане есть другие компании, которые готовы, которые подпадают под эти требования. И социальный фонд, он в ближайшее время снова объявит конкурс, и мы будем надеяться, что подадут достаточно квалифицированные компании, и мы сможем объявить конкурс в состоящемся. Ну, так называемый вот вели термин, по информации, которая у вас, опять же, на сайте была, ну, те люди, которые не взяли активное управление на себя своими, накопительной частью своей пенсии, молчунами, их вы их назвали. Скажем так, вот до седнего дня, вот, ну, той массы молчунов, которые не взяли на себя ответственность за свое управление, вкладывались они в государственные ценные бумаги, или они все-таки вкладывались на депозиты в коммерческие банки? Каков соотношение, объем? Ну, куда они вкладывались пока? Да, вы назвали оба инструмента, которые мы производим в размещении средств принесенных накоплений. Это государственные ценные бумаги, которые выпускаются в Министерстве финансов Украинской республики, и депозиты в коммерческих банках сроком до одного года, то есть срочные. Мы в оба эти инструмента вкладываем, получается отношения порядка 70-30 или 60-40, они где-то вот в этом диапазоне сохраняются. Хорошо. Отбор, скажем, коммерческих банков, он происходит на конкурсной основе? Как это происходит, отбор, скажем? Очень хороший вопрос. В практике соцфонда введено такое понятие, такой процесс, как депозитный аукцион. Он вообще это применяется в Кыргызской республике впервые, если я не изменяю память, с 2013 или 2012 года в социальной фронте. У нас по процессу мы заключаем генеральные соглашения с практически любым банком в Кыргызской республике, коммерческим банком, который представлен на банковском рынке. И в процессе они имеют право участвовать на основании данных генеральных соглашений на депозитных аукционах. То есть выставляется обыкновенная определенная сумма денег, указываются параметры, минимальная доходность, которая нам требуется, срочность этого депозита и когда оно будет размещено. И те коммерческие банки, которые имеют право согласиться к генеральному соглашению, они подают заявки, указывают на конкурсной основе конкуренции, есть там сколько кто готов дать процентный доход. И те банки, которые дают более высокие, они получают. А относительно отбора, так как мы знаем, что Национальный банк Республики является регулятором на банковском рынке, и там выставляется определенное требование, чтобы банки не только с деньгами социального фонда управляемого работы, но и населением предоставили услуги. Там идет постоянный контроль, чтобы они соответствовали определенным нормативам, которые устанавливаются. Там есть экономические нормативы, запросы по отношению к капиталу, уровню капитала, высокой ликвидности активов и так далее. Мы ориентируемся на эти показатели. У вас в прошлой практике есть проведение аукционов? Да, у нас есть. У нас это постоянно действующая практика. Уже практически ежемесяц, может быть, два или три раза проводится. Все коммерческие банки, если я не ошибаюсь, около 80% банков участвуют. Не участвуют только те, которые имеют какие-то отрицательные показатели. То есть, если в ближайшее какое-то время у них были зафиксированы убытки или есть какие-то в отношении этих банков процедуры, которые в виде банкротства или что-то такое, они не имеют права участвовать, а другие остальные имеют права участвовать. Ну, скажем так, говоря бытовым языком, не класть яйца в одну корзину. Ну, вот агентство по защите депозитов нам рекомендует, например, разделять свои вклады в разные банки. Это для защиты в случае банкротства, скажем, в финансовых учреждениях. Потому что агентство по защите депозитов, как они нам говорили, по-моему, до 100 тысяч сумм, они могут восстановить в случае банкротства в финансовых учреждениях. Разделяете ли вы сумму финансовых, скажем, вложений в тельные банки по нескольким банкам? Или вы всю сумму на этих аукционах отдаете одному финансовому учреждению? Нет, у нас это называется диверсификация активов инвестиционных. Социальный фонд строго ведет анализ этих данных. У нас есть ограничения, которые выставлены в виде процентов в отношении средств, которые могут быть размещены в один банк. Это не более 20% в один банк от депозитной базы всей. И в том числе верхние ограничения, это когда мы на депозиты направляем тоже не более 35% средств пенсионных накопленных. Поскольку мы работаем в бюджетной государственной организации, нам тоже стали поступать выписки из наших страховых счетов. Скажем так, какое-то время они прекратились и вновь возобновились. С чем это связано? Это, честно говоря, необходимо узнать, какой период вам давали и потом не давали. Потому что различные могут быть причины. Потому что эти средства, то есть эти выписки, они направляются, как я знаю, по почте. Могут быть какие-то технические моменты и так далее. А любой гражданин, в принципе, вы можете обратиться в момент... У нас есть управление персонифицированного учета, и там вам предоставят выписку в любой момент. То есть пока не введена такая технология, например, интернет-обзора своей выписки. Например, через интернет можно получить доступ к своим данным или нет пока? Вот насчет этого я точной информации не обладаю. Но, по-моему, ведутся работу, чтобы через электронное обращение было, чтобы возможность выписки получить. И, скажем так, вот мои коллеги же спрашивают, например, в случае, скажем, выезда за границу на продолжительное время или на совсем, когда уезжают. Или, например, в случае несчастного случая, когда человек погибает, вот эта часть, которая сформировалась в накопительной части пенсии, кому и как она передается? Да, средства пенсионных накоплений, они, как бы, вот в обоих случаях, которые вы назвали, они выплачиваются в полной мере. То есть если наше застрахованное лицо выезжает за границу на постоянное место жительства, он предоставил соответствующие документы, и ему все деньги, которые он за счет 2% накопил, ему будут выплачены. И во втором случае тоже, когда застрахованное лицо умирает, и его наследники законные, в соответствии с гражданским кодексом, которые вступают в право наследования, они могут также обратиться в органы социального фонда и получить эти средства пенсионных накоплений. Для наших студентов, которые только что заканчивают университет и устраиваются на работу, вот для них азы самые, вот когда они начинают только получать зарплату, что они должны делать для того, чтобы в будущем, как сказать, их пенсия была полностью учтена, вот все доходы, которые они получают, и чтобы они как бы по копейке капали на будущую пенсию, что они должны делать? Да, я бы обратился к нашему молодежи, которые начинают свою трудовую деятельность, обращать очень большое внимание на этот вопрос, потому что не всегда бухгалтерия, который ведет работу с социальным фондом, отчет предоставляет, не всегда добросоветно относятся к этому вопросу. И застрахованное лицо оно само должно быть заинтересовано, постоянно спрашивать, проверять. Они могут обратиться в орган социального фонда региональный по месту работы, проверить работу своего бухгалтера, действительно ли она платит их отчисления, сколько у него накопилось, ту же самую выписку из личного страхового счета запрашивать. И так он может каждый год контролировать, сколько у него пенсии накопилось, может быть, нужно будет как-то дополнительные свои сбережения делать, чтобы обдумать о будущем. То есть надо постоянно интересоваться этим уже. Многие работодатели стали практиковать такое предложение, например, когда приходишь, например, выполняешь работу, они предлагают купить патент налоговой, скажем так, службе, и работать по этому патенту. В таком случае пенсия как будет накапливаться? Когда человек работает по патенту. Честно говоря, у нас в социальном фонде очень много структурных подразделений, деятельность социального фонда на разных сторонах. Она начинается от сбора страховозносов и введения тарифной политики и так далее. Это вопрос из области тарифной политики. Необходимо отметить, что есть часть плательщиков за страхованных лиц, которые оплачивают страховозносы на основании страхового полиса. Размеры страховозносов по этим полисам, они в некоторых случаях привязаны к патентам, налоговым патентам, которые они платят. Вот те страховозносы, которые уплачивают через полис, они будут идти на личный страховой счет гражданина. И так же, как и обычно, если человек в юридическом лице работает, так же и будет учитываться. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в программе «Потенциал» у нас участвует Мурзакматов, Интмак Нурбулу. Он является заведующим сектором по развитию накопительной пенсионной системы. И вопрос в отношении мигрантов. Если многие наши мигранты работают в России, скажем, в Казахстане, в Турции, в других странах, как у них будет обстоять дело, например, с этими накоплениями пенсии? Если мигрант, наш гражданин, который выезжает на работу в другую страну, у него были средства пенсионных накоплений до выезда, он здесь работал официально, выплачивал страховозносы, эти средства пенсионных накоплений, они сохранятся здесь до момента, пока наступит случай выхода на пенсию или те, которые мы напоминали выше, они будут здесь сохраняться и постоянно инвестироваться. То есть прирост мы обеспечим, будем стараться обеспечить прирост. И те страховозносы, которые уплачиваются в солидарную систему пенсионных фонд, они также учитываются, они условно накопительными являются, потому что при выходе на пенсию после возвращения они могут претендовать на них в полной мере. Другой вопрос отношения наших мигрантов является, те средства, которые они получают за границей, они практически будут оставаться в той стране, где они работают. Единственное исключение может стать то, что Кыргызстан вступил в таможенный союз, и в рамках данной интеграции международной организации ведется работа над проектом договора по пенсионному страхованию, если я вот точное название не помню, документы, по пенсионному страхованию мигрантов. И согласно данному документу будут решаться вопросы регулирования пенсионного обеспечения. О подробности, к сожалению, я не знаю. Каким образом будет решаться данный вопрос. Но он на повестке дня у всех госорганов соответствующих, и ведется работа соответствующая. Ну, скажем, это такие большие массы, когда вот мигранты. А вот есть как бы единичные, скажем, мигранты, которые работают в Америке, в Европе, скажем, нянечками, сиделками и так далее. И есть ли такая система, например, перевода денежных средств на какой-то определенный счет для того, чтобы они переводились на будущую пенсию? Данная система, прям такая система, нет, существует, насколько я знаю. Еще раз повторюсь, это как бы сфера деятельности другого управления. Но, примерно, хочу сказать, что есть социальные фонды, могут быть приняты страховые взносы на добровольной основе. То есть они могут сделать перевод денег и средств своими родственниками, и они прийти, внести страховые взносы в социальный фонд от имени этого гражданина. И тогда эти взносы будут учиться на личном страховом счете этого гражданина. И будут приняты во внимание при выходе на пенсию. Все эти вопросы я задаю не только нашему гостю, Мурзахматову Интамаку Нурбулуевичу, заведующему сектором по развитию накопительной пенсионной системы, но и для того, чтобы наши радиослушатели задумались о том, как будет складываться их пенсия, из чего и в каком размере она будет складываться. То есть, ну, ваш сектор очень красиво называется по развитию накопительной пенсионной системы. Над чем работает ваш сектор в данное время? Акопительный компонент пенсионной системы является одним из основных этапов реформирования самой пенсионной системы, потому что всегда, как и в других странах мы наблюдаем, есть вопрос демографического роста или, наоборот, снижения этого уровня. И эта проблема, когда старение населения, она приводит к тому, что будут какие-то вопросы возникать по финансированию пенсии в будущем. И для того, чтобы преодолеть эту проблему, накопительный компонент был введен, чтобы текущее работающее население, оно смогло для себя накопить пенсию. То есть, постепенный переход от солидарной системы. Но насколько это будет возможно, это покажет время. Наш сектор, он работает в настоящее время над разработкой различных нормативных правилах актов, которые помогут регулировать эту систему, процессы инвестирования в основном, мы сейчас заняты этими вопросами. И также в скором времени мы приступим к тому, чтобы работать над следующим этапом реформирования пенсионной системы, именно накопительными. Как будем дальше продвигать эту систему. Сейчас есть возможность похвалиться, например, своими достижениями. Например, чего вы достигли, какой этап вы сделали? Может быть, мы достигли чего-то, сделали вот это, для улучшения системы, скажем так. Социальный фонд постоянно ведет свою работу, исключительно в интересах застрахованных лиц, исключительно. Всегда у нас одна основная цель – это обеспечить наших граждан, пожилых, в первую очередь, конечно. Если исходить из своей работы, из своей части работы, я могу отметить работу нашей системы. Она построена таким образом, что одно структурное подразделение ведет разработку политики, то есть теоретическую часть работы, а другое структурное подразделение ведет практическую часть работы, то есть реализацию того, что было придумано или сделано. На текущий момент у нас можно сказать, что из всех средств пенсионных накоплений, которые собирались с 2010 года, практически половина приходится на инвестиционный доход. То есть если было собрано порядка 7 с лишним миллиардов сомов страховозносов, 3,5 и чуть больше миллиардов сомов, они были заработаны в социальный фонд для наших граждан. То есть наполовину нам удалось увеличить. Вот это основное, мне кажется. Ну а другая работа, это, мне кажется, текущая работа, всегда, которая ведется на разработку тех самых уже положений, порядков, они как бы, честно говоря. Я предполагаю, что ваша работа, ну ваша сектора, она связана, скажем так, с исследованием, скажем, с каким-то, может быть, экспериментом. Все-таки вот вы работу вот накопительной пенсионной системы строите, скажем, на самостоятельном поиске, например, выработке структуры этой системы, скажем так, или вы берете за образцы какие-то системы других стран? И если да, то так каких стран? Ну, необходимо сказать, что у нас социальный фонд работает в целом не только по накопительной пенсионной системе, у нас есть утвержденная правительством концепция развития государства социального страхования, где есть различные главы по различным направлениям нашей работы, в том числе и по накопительной части пенсионной системы, где определенные основные направления, по которым мы будем двигаться, продвигать эти вопросы. Да, в начале, когда проводилась работа и был вопрос введения накопительного компонента, он находился на начальном этапе, мы ориентировались на другие страны, изучали обязательно международный опыт и брали где-то действительно какие-то моменты у наших партнеров ближайших, смотрели другие дальние зарубежные страны. И, ну, безусловно, это шло с адаптацией под наши условия. И на текущий момент можно сказать, что она по-настоящему кыргызская система, потому что те же, та же накопительная пенсионная система в Казахстане и в Российской Федерации, она шла по своей дороге и по-другому, и на текущий момент у них эта система приостановлена очень, в связи с проблемами в области инвестирования. Где-то были утрачены средства, где-то пошел убыток от работы управляющей компании, и было принято такое решение. У нас в Кыргызстане, к счастью, у нас более консервативный подход выбрал социальный фонд, и мы очень медленно, да, мы согласны, что очень медленно продвигаем, но мы ставим в основную цель, это сохранность средств наших граждан, чтобы они были. И обеспечиваем тот уровень дохода, который может быть какой-то прирост обеспечен. Да, вот такой основной момент. Спасибо большое. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня на сошли программе «Потенциал» участвует Мурзакматов и Интамак Нурболотович, он является заведующим сектором по развитию накопительной пенсионной системы Социального фонда Кыргызской Республики. И мы сегодня старались сделать самым главным, чтобы наши радиослушатели знали больше о состоянии своих личных страховых счетов и как они формируются. Предоставляем вам микрофон для того, чтобы вы поделились с нашими радиослушателями еще самым важным, что они должны знать, может быть, в отношении чего я еще не успела задать вопрос, и что вы считаете, они должны знать? Наверное, повторюсь, что необходимо постоянно интересоваться своими средствами пенсионных накоплений, состоянием личного страхового счета, не терять контакт с региональным органами Социального фонда. Я прошу, обращайтесь по любым вопросам, наши специалисты ответят, а если не будет такой выживания, они перенаправят вас в другой центральный аппарат Социального фонда. Но необходимо всегда думать о будущем, независимо от того, когда она наступит. Это, как мы называем страховой случай, выход на пенсию через 30 или через 20 лет. Чем раньше наши граждане начнут об этом заботиться, тем больше у них будет возможности в будущем обеспечить достойную себе старость. Мы же, как Социальный фонд, будем все время стараться содействовать в этом, чтобы наши поставленные задачи перед Социальным фондом были выполнены наилучшим образом, выполнять те функции, которые на нас возложило государство. Я благодарю вас за то, что вы приехали в нашу студию и очень интересно, доступно рассказали об этой системе. И напоминаю нашим радиослушным телем, что сегодня в нашей программе «Потенциал» участвовал Мурзак Матов и Макнур Болотович, заведующий сектором по развитию накопительной пенсионной системы Социального фонда Кыргызской Республики. Видеоверсия этого интервью вы сможете посмотреть завтра на нашем сайте medium.manos.kg. Я надеюсь, что за компетентным разрешением какого-то вопроса, например, проблемы, мы будем опять же вас приглашать в эфир, потому что мне, честно говоря, понравилось интервью с вами, и буду еще приглашать вас в студию. Спасибо большое вам тоже за возможность выступить перед нашими радиослушателями. Я хотел бы отметить, что в Социальном фонде очень много других специалистов разносторонних. Вы можете выбрать по специализации и по специфике готовящихся будущих программ, чтобы более уточненные, более глубокие знания, чтобы были предоставлены. Я благодарю сотрудника вашей пресс-службы Социального фонда Кыргызской Республики Аделета за то, что он помог нам организовать сегодняшнее интервью. Я благодарю оператора Кемаля Иришти, который готовит видео-версию нашего интервью. И хочу сказать, что на этом наша программа «Потенциал» подошла к концу. Желаю всего самого доброго. До свидания. До свидания. «Потенциал». Продолжение следует...